Здравствуйте, уважаемые зрители! Наша программа называется «От первого лица». Известно, что у каждого произведения своя судьба, своя жизнь, и трудно предрешить, угадать или предположить, какой она будет. Но ясно, что жизнь созданного творческим человеком произведения не заканчивается с жизнью автора. Как только мы раскрываем книгу и начинаем её читать, на первый план выступает личность автора книги. Именно она оказывает на нас своё воздействие. Именно автор есть первое лицо любого произведения. Сегодня первыми лицами передачи будут Николай Гумилёв, Анна Ахматова и их сын Лев Гумилёв. 10 апреля 1910 года свои судьбы связали Николай Степанович Гумилёв и Анна Андреевна Ахматова. Они венчались в одной из церквей в пригороде Киева. После свадебного путешествия в Париж молодая чета вернулась в Россию, и осенью этого же года Николай Гумилёв отправился в Африку, в Абиссинию. Это было его второе африканское путешествие. А первое он совершил тогда, когда, оставив университет в Сорбонну, побывал в Каире и в Александрии. Когда Анну Андреевну много лет спустя спросили, как относился Гумилёв к её стихам, она ответила «Сначала плохо, но я и писала плохо, беспомощно, дилетантски, а он этого не прощал. Но потом, вскоре после того, как мы поженились, он уехал на полгода в Абиссинию. В его отсутствие я писала все эти стихи, сжала руки и перчатку с одной руки на другую. Вернулся, писала что-нибудь. Я ответила одним словом. Писала. А меня уже расхвалили, и была уже башня Вячеслава Иванова. Прочти. Я прочла. Он сказал «Нужно книжку делать. Ты поэт». С тех пор он очень внимательно относился к тому, что я пишу. Иначе он не позвал бы меня с собой в акминизм. Надо было знать этого человека. Для него никакой роли семейные отношения в таких вопросах не играли. Когда Анну Андреевну спросили, а почему он уехал через полгода после женитьбы, она ответила «Страсть была к путешествиям. И я обещала, что никогда не помешаю ему ехать, куда он захочет. Еще до того, как мы поженились, обещала». Заговорили об одном нашем друге, которого жена не пускала на охоту. Николай Степанович спросил, а ты бы меня пускала? Куда хочешь, когда хочешь. В этом же 1910 году вышел третий сборник стихов «Жемчужина», принесший Гумилеву широкую популярность и славу. А первый свой сборник стихов «Путь конквистадоров» Гумилев издал еще за год до окончания Царскосельско-Николаевской гимназии. Директором в ней был замечательный поэт Иннокентий Федорович Анинский. Именно он оказал большое влияние на юношу, начинающего свой путь в литературу. Как написал Гумилев, был Иннокентий Анинский последним из царскосельских лебедей. Второй сборник Гумилева, изданный в Париже, назывался «Романтические цветы». Поэт-модернист Валерий Брюсов в рецензии писал, «Стихи Гумилева теперь красивы, изящны и большей частью интересны по форме. Теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы, с большей продуманностью выбирает эпитеты. Часто рука ему еще изменяет, но он серьезный работник, который понимает, чего хочет и умеет достигать, чего добивается». Иннокентий Анинский тоже написал рецензию на вторую книгу своего ученика. Анна Ахматова позднее писала. Истоки поэзии Николая Гумилева не в стихах французских парнастцев, как это принято считать, а в Анинском. Далее Анна Андреевна добавляет. «Я веду свое начало от стихов Анинского». Оба поэта признавали своим учителем этого тонкого русского лирика с обостренным чутким восприятием противоречия жизни. Анна Андреевна считала причиной его скоропостижной смерти отложенную публикацию его стихов. Лирика Анинского является собой образец истинной поэтической сложности. Одно из его стихотворений звучало как романс в исполнении загадочного Александра Вертинского и стало очень популярным. Среди миров в мерцании светил Одной звезды я повторяю имя Не потому, чтоб я ее любил, А потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, Я у нее одной молю ответа Не потому, что от нее светло, А потому, что с ней не надо света. Декадент, символист, почти не признанный как поэт при жизни, Анинский после смерти стал кумиром и учителем акмиистов и вообще поэтов, оценивших ассоциативность как органическое следствие восприятия мира. В 1912 году родился сын Гумилевых, Лев Николаевич Гумилев, Ставший впоследствии большим ученым, историком и географом. В этом же году Гумилев в третий раз совершает путешествие в Африку, уже выполняя функции руководителя научной экспедиции Российской Академии Наук. Когда началась Первая мировая война, Николай Гумилев уходит на фронт, рядовым в кавалерийский полк. Воином он был бесстрашным, смелым, дисциплинированным. Его воинские подвиги были отмечены двумя солдатскими георгиевскими крестами. Как он писал в стихах, «И святой Георгий тронул дважды пулей нецелованную грудь». Гумилев дослужился до первого офицерского звания, таким образом пополнил своим именем ряды поэтов-офицеров русской армии, таких как Гаврила Державин, Федор Глинка, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Георгий Иванов и многих-многих других. Вряд ли это было целью Гумилева, но так случилось. Анна Ахматова вспоминает. «А вот мы втроем, Блок, Гумилев и я, обедаем 5 августа 1914 года на Царскосельском вокзале в первые дни войны. Гумилев уже в солдатской форме. Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал, неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить Соловьев. Блок был физически сильным человеком, прекрасным теннисистом, любил физическую работу, и все-таки Гумилеву показалось неправильным, если поэт пойдет на войну. О себе он так не думал и пошел добровольцем». Записки кавалериста Гумилева, написанные от первого лица, печатались в газете, и вскоре вышел очередной сборник стихов. Одно из самых известных стихотворений о войне называется «Наступление». «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели четыре дня. Но не надо яства земного в этот страшный и трудный час, потому что Господне Слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели, ослепительны и легки, надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, эта медь ударяет в медь. Я, носитель мысли великой, не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага». В записках кавалериста с документальной точностью описываются события войны, участником которых был Гумилев. Это необыкновенно интересное описание сражений, и в них есть рассуждения, которые обращают на себя особенное внимание. «В этот день наш эскадрон был головным эскадроном колонны и наш взвод передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди также жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в совкровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы». Таинственным образом в этом тексте сквозит описание пассионарности, сформулированной гораздо позднее сыном Гумилева Львом Николаевичем. Пассионарность, по его определению, есть та жизненная сила народа, которая, собственно, и делает его народом, а не толпой. И есть люди-пассионари, которые воплощают эту жизненную силу. В книге Льва Гумилева «Этногенессы. Беосфера земли» ставится много вопросов. Почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражение? И отчего одни страны усиливались, а другие слабели? И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда потом пропадали? Хотя полного вымирания их члена заведомо не было. Все перечисленные вопросы, пишет Лев Гумилев, целиком относятся к теме внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому монголы XII-XVII веков. Но и другие народы подчинялись той же закономерности. Лев Гумилев пишет далее. Даже современники-летописцы тонули в море информации, что не приближало их к пониманию проблемы. За последние века много сведений добыли археологи, летописи собраны, изданы и сопровождены комментариями. А востоковеды еще увеличили запас знаний, кодифицируя различные источники китайские, персидские, латинские, греческие, армянские, азербайджанские, арабские. Количество сведений росло, но в новое качество не переходило. По-прежнему оставалось неясным, каким образом маленькое племя иногда оказывалось гегемоном полумира, затем увеличивалось в числе, а потом исчезало. Есть очень интересная книга Льва Николаевича Гумилева «Тысячелетия вокруг Каспия» и много других его научных трудов, в которых содержится ряд открытий. Написаны они прекрасным языком. А чего бы можно было еще ожидать от сына двух поэтов? Николай Гумилев написал стихи, в которых его характер, пассионария, особенно четко виден. Называется стихотворение «Мои читатели». Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом единственно дорогим во Вселенной скажет «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую милую жизнь, всю родную, странную землю. И представь перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами ждать спокойно его суда. После долгих перипетий войны, затем революции, поэт возвращается в Петроград. Семейная жизнь не складывается, как писала Анна Ахматова. Ни недели, ни месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Больше нет ни измен, ни предательств, и до света не слушаешь ты, как струится поток доказательств несомненной моей правоты. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас. Вскоре был оформлен развод с Анной Ахматовой, и через год Гумилев женился на Анне Николаевне Энгельгард. В 1920 году родилась их дочь Елена. Они вместе с матерью умерли от голода в блокадном Ленинграде в 1942 году. После революции Николай Гумилев работал в редакции издательства «Всемирная литература», основанного Горьким. Читал лекции в Институте истории искусства. В частности, им были прочитаны лекции о творчестве Блока, который лично присутствовал на его четвертой лекции. Вышли сборники стихов. Он много занимается в это время переводами с французского и английского. В 1919 году вышла отдельным изданием в Петрограде книга с мастерским переводом древневавилонского эпоса «Гильгамеш». Статья Гумилева «Переводы стихотворные» внесла весомый вклад в теоретическую основу переводческих принципов. Как драматург, Гумилев написал несколько пьес, лучший из которых считается «Отравленная туника». 3 августа 1921 года он был неожиданно арестован. И в этом же августе поэта не стало. В уголовном деле содержатся доказательства, подтверждающие факт недонесения им сведений о существовании контрреволюционной организации, в которую он не вступил. Предрассудки дворянской чести, как он заявил, не позволили ему пойти с доносом. По некоторым данным, свидетель наказал Гумилева за гордость, за манеру держаться слишком прямо и независимо. Сам по себе факт недонесения не предполагает такой меры расстрела, какая была применена. Это утверждают юристы. В материалах уголовного дела имеется обращение Максима Горького с просьбой в пользу Гумилева, но и это не помогло. Автор прекрасных и сильных стихов. Николай Гумилев долгое время не был известен советским читателям. С его творчеством знакомились тайно по уцелевшим книгам. Вот стихотворение Николая Гумилева, в котором сквозит определение акмиизма, данное Мандельштамом. «Тоска по мировой культуре». Фра Беата Анжелико. В стране, где гиппогриф веселый льва крылатого зовет играть в лазури, где выпускает ночь из рукава хрустальных нимф и венциносных фурий, в стране, где тихи гробы мертвецов, но где жива их воля, власть и сила, среди многих знаменитых мастеров ах, одного лишь сердце полюбило. Пускай велик небесный Рафаэль, любимец бога скал Буонаротти, да винчи колдовской вкусивший хмель, чилини, давший бронзе тайну плоти, но Рафаэль не светит, а слепит. В Буонаротти страшно совершенство, а хмель да винчи душу замутит, ту душу, что поверила в блаженство. На Фьезоле, средь тонких тополей, когда горят в траве зеленые маки и в глубине готических церквей, где мученики спят в прохладной раке, на всем, что сделал мастер мой, печать любви земной и простоты смиренной. О, да, не все умел он рисовать, но то, что рисовал он, совершенно. Вот скалы, рощи, рыцарь на коне, куда он едет, в церковь или к невесте, горит заря на городской стене, ведут стада по улицам предместьей. Мадонна держит сына своего, кудрявого с румянцем благородным. Такие дети в ночь под Рождество, наверное, снятся женщинам бесплодным. И так не страшен связанным с цветым палач в рубашку синюю одетый. Им хорошо под нимбом золотым. И здесь есть свет, и там иные светы. А краски, краски, яркие чисты, они родились с ним, и с ним погасли. Предание есть. Он растворял цветы в епископами освященном масле. А есть еще предание. Серафим слетал к нему, смеющийся и ясный, и кисти брал, и состязался с ним в его искусстве дивном. Но напрасно. Есть Бог, есть мир, они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Прекрасно в нас влюбленное вино И добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновения бегут неудержимо, и мы ломаем руки, но опять принуждены идти все мимо, мимо. Так мальчик, игр, позабыв свои, следит порой за девичьим купанием и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Так некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Николай Гумилев сочинял невероятные, написанные с юмором, стихи о любви. Например, такое. Наутри памяти неверной я вспоминаю пестрый луг. Там царствовал высокомерный, мной обожаемый индюк. Была в нем волей свобода, был клюв его, как пламя ал. И за мои четыре года меня он резко презирал. Ни шоколад, ни карамели, ни ананасная вода меня утешить не умели в сознании моего стыда. Ну вот пришла беда большая, и стыд и горе юных лет. Ты, обожаемая, злая, мне гордо отвечаешь – нет. Но все проходит в жизни зыбкой, пройдет любовь, пройдет тоска. И вспомню я тебя с улыбкой, как вспоминаю индюка. Фаина Георгиевна Раневская, подруга Анны Ахматовой, в начале 50-х годов получила квартиру на Котельнической набережной и въехала туда тогда, когда дом еще достраивался. Из окон квартиры были видны работавшие во дворе заключенные. Раневская рассказывала, что однажды приехавшая к ней в гости Ахматова «Надолго застыла у окна», сказала, не оборачиваясь. «Вот и Лева где-то так же». И помолчав. «Фаина, я родила этого мальчика для каторги». Пройдет полгода, Льва Николаевича освободят. Дело на него за отсутствием состава преступления будет прекращено. Но в декабре 55-го он все еще был в лагере. Арестовали его в 49-м году. Это был третий арест. Первый в 1935-м, второй в 1938-м. В перерывах между арестами Гумилев успел проявить себя как незаурядный ученый. В 1948-м, едва освободившись, защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук. Была осень. За два года до этого прогремел доклад Жданова, и Анна Андреевна на защите сына не присутствовала, опасаясь, как бы ее оплеванная фигура, как она называла себя, не повредила сыну. Судьба уготовила Ахматовой нести на своих плечах и бремя славы, и тяжесть отчаяния. В тяжкую пору она признавалась. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. Анна Андреевна написала «Реквием» в 17 месяцев. В него вошли стихи с 1935 года под 1961. В страшные годы Ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня, тогда стоявшая за мной женщина с голубыми глазами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем тогда оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы сможете описать?» И я сказала «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло потому, что некогда было ее лицом. Нет и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Не отделял свою судьбу от народной и некогда вызывавшей Николая Гумилева на дуэль Макс Волошин. «Может быть, и я свой жребий выну, горькая детоубийца Русь, но твоей голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь», писал он из Коктебеля. Эти люди не были безразличны к суду потомков. Выполняя свое назначение, они до конца исполнили предначертанное свыше Богом и талантом великое дело созидания духовной творческой атмосферы, в которой живут следующие поколения. До новой встречи, уважаемые зрители. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok